Вика Бизнес Чика 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 возвращается на YouTube У меня будет новый формат бизнес-завтраки Я буду приглашать интересных мне людей Мы будем обсуждать насущные темы из мира бизнеса А также вдохновлять вас на свое собственное дело Девчонки, привет! Привет! Как ваши дела? У нас все отлично Можно американу? Конечно Расскажите, что для вас монохром? Думаю, для всех, для нас это наш дом Мы одна команда Так что это не только работа Спасибо большое Короткий дайджест, как клево выглядит зимой? Вспоминаем закон капусты Берем кофту монохром Вниз одеваем футболку, рубашку, кофту и еще что-нибудь Сверху наш худи, свитшот, свитер Кардиган, все что угодно И сверху пальто, которое все прекрасно прикроет Вечером снимаем верхний слой Остаемся в трех нижних А потом еще потихонечку, потихонечку, полигончику раздеваемся до клуба Алис, привет Привет Как твои дела? Отлично Немножко опаздываю на бизнес-завтрак Там гирлянда отцепилась сверху А еще пару вопросов Давайте все вопросы на бизнес-завтраке Эй, привет-привет А я вас ждала Так, ну что, вы как раз вовремя Я думаю, что надеть на ваш бизнес-завтрак Хотела привлечь к себе внимание Но с этим я справлюсь и без этого Можно попробовать беспроигрышный белый Но выбор я свой сделала И еще вчера И это будет черный полосчик Минуточку Так, ну что, и все Надеюсь, мой образ не покажется слишком строгим Всем я известна своей пунктуальности Поэтому не будем нарушать правила Пойдемте со мной Девочки, большое спасибо вам Что вы нашли время В своем новогоднем графике И пришли к нам в наш новый формат Наше новое шоу Я, правда, вам очень благодарна Потому что я, например, ни для кого не могу выкроить время А вы для меня нашли Большое вам прям огромное спасибо У вас здесь Алиса, дизайнер бренда Юля, дизайнер бренда Ярослава, супер-пиарщик Люди, которые могут на эту тему Высказать свое мнение Абсолютно экспертное Которому лично я, например, на 100% Доверяю Первый вопрос я хочу задать Который меня мучает Например, вот я открыла свой бренд одежды В этом году Важно ли быть дизайнером Или в последнее время Для того, чтобы создать бренд одежды Глобально надо обладать Другими скиллами? Здесь работает и тот, и другой механизм В любом случае Как и профильное образование Так и, в принципе, наверное Какая-то природная вкусовщина Может быть, так можно сказать Потому что я, наверное, отношусь Ко второй категории Потому что у меня нет профильного образования Если вспомнить мои школьные годы И уроки шитья Их лучше не вспоминать Если быть честным Ну ты же стилистом работала? Да, я работала Как раз про вкусовщину и насмотренность Ну да, я работала 15 лет стилистом И это такое, наверное Методом проб и ошибок Я стала дизайнером Мне кажется, у нас, кстати, с Алисой Очень похожая механика Вообще воссоздание первоначальное Это как ты просто приходишь Показываешь картинку Говоришь, я хочу так И вот с этого все начинается Часше всего на старте Ресурсы очень небольшие Вот мы в ЛВ начинали У нас вообще не было денег На Чукс у нас уже были деньги какие-то Но в ЛВ мы начали с абсолютного нуля Важно себе, наверное, ответить И понять, как правильно Вот этот свой микро-ресурс У тебя же тоже, по-моему, было очень У меня был супер-микро-ресурс У меня был микро-микро-микро-ресурс Вот как этот микро-микро-ресурс Правильно распределить? Во что ты должен вложить в первую очередь? Вряд ли ты наймешь такого супер-пиарщика Как Яра Ну, на самом нуле Как ты распределилась? У меня, кстати, как ни странно Профильное образование Я заканчивала как раз-таки фэшн-менеджмент Ну, то есть такой, типа, бизнес-курс В сфере моды Но и не скажу, что прям то, что я там научилась Чему меня научили, что это мне сейчас помогает Все равно все приходит с практикой, сто процентов Финансов на старте Вот у тебя там супер-микро-какая-то сумма Что первостепенно? Куда эти деньги надо вложить? А если их нету вообще первостепенно? Вот если нету Интуитивный маркетинг Что он, мне кажется, больше всего срабатывает Ну вот что именно? Ну как? Что ты подразумеваешь по интуитивному маркетингу? То ты вложи в опыт Нет, опыта первоначального, например, нету вообще Нет, вообще-вообще-вообще-ничего? Мой первый кампейн, если так можно его назвать Он состоял полностью с нулевым бюджетом Это были модели мои друзья Кто-то танцевал Это был фотограф мой друг Люди, которые стилисты Это опять же были мои друзья Те, кто создавали одежду Единственная затрата была, да, это, конечно, создание одежды Ну то есть глобально все, что вам нужно Это как бы сделать продукт Который вы дальше уже кем-то Сделать классный продукт С которым тебе будет не стыдно идти к людям Все думают, что там нужно открыть магазин для того, чтобы у тебя там сразу были продажи Но глобально открыть магазин на сегодня очень сложно, непросто и очень дорогостояще И никто сразу его не откроет Ребят, расскажите, пожалуйста, в комментариях, какой формат покупок вам ближе Оффлайн или онлайн? Я, например, некоторые покупки все равно не могу делать в интернете Например, не могу подбирать себе декоративную косметику Вы можете посмотреть мой репортаж, как я делала покупки перед Новым годом в ЦУМе Прямо сейчас Я очень люблю радовать себя и своих близких подарками Поэтому сегодня, в перерыве между работой и домом, я заехала в ЦУМ Чтобы посмотреть и приобрести себе что-нибудь из лимитированной рождественской коллекции Клё-де-по-бате Вдохновением для нее в этом году послужила тематика волшебного сада Создатели явно хотели подарить нам настоящую сказку Вы только посмотрите на невероятной красоты упаковку и эти иллюстрации на самих продуктах Мои фавориты из коллекции это моделирующая пудра-хайлайтер Ну, конечно, как без нее в эту новогоднюю ночь Роскошнейший крем для лица Ля Крем Ну, в самой красивой упаковке, что я вообще когда-либо видела И кремовые румяна нежно-розового оттенка Само название бренда Клё-де-по-бате означает ключ к красоте кожи Благодаря сыворотке-активатору моя кожа точно найдет тот самый ключ к сиянию Наборы помад-миниатюр я взяла в подарок для своих подруг Радуйте своих любимых и близких не только в новогоднюю ночь Но и в любой другой самый обычный день С бедо-бате и их потрясающей упаковкой можно любой день сделать праздником Уже сейчас, имея собственные бренды, имея модные, популярные собственные бренды Яра, ты тоже как профессионал скажи обязательно свое мнение Все-таки куда вкладывать деньги и что прокачивать? Онлайн или оффлайн в 2022 году? Ваше мнение? Если мы говорим именно про то, если ты уже создал свой бренд То это, конечно же, на мой взгляд, с учетом статистики, это, конечно же, e.com Но с учетом реалий российского фэшна, то это оффлайн Если, например, ты только начинаешь, то это, конечно же, онлайн Инстаграм это вообще, мне кажется, такая площадка, с которой ты можешь просто, не знаю, создать один браслет И все, и вот тебе все инструменты для продажи Тут никаких умов и каких-то, не знаю, глобально-финансовых ресурсов не нужно Сейчас гораздо все проще Вот у нас было гораздо все сложнее, вот все было сложнее Я начинала в 2012 году вообще первоначально, в самом-самом начале Не было тогда ничего Была диджитовая площадка ВКонтакте, да, можно сказать, и все, и сарафанное радио Сейчас все гораздо легче, начать гораздо легче, а вот продолжить гораздо труднее Что касается меня, я обратила внимание на то, что у нас в этом году, при том, что мы абсолютно не прокачивали онлайн Ну, то есть он как бы, как само собой разумеющийся Сам работал, да, то есть получается Он прирос, вот я сейчас смотрю аналитику, с 2020 года в два раза Что касается оффлайна, у меня там одна точка, она приросла на 30%, ну, а как бы в целом оффлайн у меня вырос там в два раза Только за счет того, что мы открыли вторую Ну, то есть это огромные еще дополнительные инвестиции А может было бы, возможно, больше упора сделать на онлайн и при этом еще больше с него получить Все бизнесы, даже, да, если не говорить о ритейле, все просто настолько настроили свои, диджитализировали свои внутренние процессы, как бы, да, и внешние Что мне кажется, что и ком, а то оффлайн, они должны быть прямо вот это все, как бы, такая единая экосистема Для нас, в принципе, для Эйзл, да, то есть у нас есть и оффлайн точка, и онлайн Для нас вот такой вот из-за ковида, да, переход в большей степени в онлайн, он не был вообще безболезненным, он был супермягким Потому что у нас, как бы, онлайн-торговля, это, в принципе, основное направление Ну, конечно же, были такие клиенты, которые, в принципе, ну, для них вот переход в онлайн-шоппинг, это очень сложно То есть для них это как-то, видимо, ну, морально сложно перестроиться Вот, но в целом, как бы, за год вот эта тенденция, она очень поменялась То есть мы, как бы, тоже там делали выгрузку своих клиентов, да, мы видели, что те, кто покупал только в оффлайне, они в онлайн перешли То есть как бы стало какое-то более, что ли, доверительное отношение именно к онлайн-шоппингу, вот В этом плане очень позитивная динамика Алиса, у тебя? Алиса, наоборот, я не знаю почему, не могу это объяснить Но вот мы открыли первый магазин год назад, в сентябре И мы, когда его открывали, мы вообще не делали никаких ни прогнозов, ни просчетов, ничего Просто это было место, так как я за городом живу, мне нужно было место, куда, не знаю, там, могут доставку какую-то провести или еще что-то Мы, когда его открывали, нам очень много людей говорили, что, ой, ну место, конечно, у вас, ну такое себе Но вряд ли что-то пойдет, ну, у нас всегда есть люди, всегда То есть прям вот с утра и до вечера там всегда люди Я поэтому не звала туда, на Никитскую съемочную команду, потому что, ну, вы просто там не можете снять Потому что там никогда не бывает тихо, там всегда народ Это место, мы его шевелили-шевелили, и оно, ну, как-то так получилось, что оно у нас абсолютно прям наравне с онлайном Все продает и прям... Нет, я с тобой абсолютно согласна У меня, в принципе, та же самая история сейчас, они продают наравне Просто в прошлом году онлайн был меньше Какая-то такая история у меня сложилась А вообще, в целом, у вас какой план? Вот, вы собираетесь открывать новые магазины в 22-м году? Или вот эта новая, там, система QR-кодов, непонятность, ковид и так далее? Какие планы? Мы в Питере открываем Молодцы, молодцы У вас третий, получается То есть вы не боитесь? Не знаю Максимум, что потеряют деньги Ну да, ну, закрою, ну, что делать? Ну, надеюсь, что нет, конечно Нет, конечно, мы боимся Конечно, мы думаем, что наверняка Питер – это не такая клиентура, как в Москве Но нам этот город нравится, мы просто туда часто ездим, поэтому мы решили, что пускай будет Вот, допустим, мы сейчас обсудили, что когда у тебя нет бюджета на начальном этапе, ты начинаешь с онлайна Там, сделаешь сайт с онлайн, как-то, как-нибудь соберешь на конструкторе Ну, а дальше что с этим сайтом? Как его продвигать? Какие тренды вообще продвижения в 22-м году? Я вот вчера, например, читала новый кейс Точнее, это не новый кейс, это мне муж показал, как Wildberries интегрировались к блогеру Литвину, Михаилу Литвин Я сегодня беру интервью у самой богатой женщины в России Есть такой блогер, в общем, он там тачки разбивает Как они к нему интегрировались? Долго длится эта история, там, месяц, наверное Он сказал, вот я хочу как-нибудь заработать, кроме своего блога Я не помню, что он там делал дом В общем, он, типа, купил шапки и начал эти шапки продавать И потом он, как бы, рассказывает, ой, как у меня хорошо эти шапки продались на Wildberries А потом он говорит вообще про то, что он запускает курс по продажам у Wildberries Потом он еще взял у Бокальчук интервью И, в общем, это очень красивое, очень интересное продвижение онлайна Есть ли у вас какие-нибудь креативные истории о том, как можно продвигать онлайн в 22-м году Чтобы это не была топорная распаковка у блогера Там вот, который уже, ну, если честно, меня, например, тошнит Я уже к таким, как бы, историям очень плохо отношусь Есть ли у вас какие-то идеи? Ну, я всегда, как бы, топлю за то, чтобы это был такой маркетинг 360 То есть, да, если это интеграция у блогера, соответственно, она должна быть забэкаплена То есть мы, если к ним заходим, то мы доверяем их, как они общаются аудитории То есть я без всяких таких прям строгих ТЗ обычно И мы, соответственно, хотим тоже, чтобы мы из них сделали каких-то модных, да То есть по-своему сняли, потому что у нас свое видение Мы сейчас немножко, там, меняем бизнес-модель все наши креативные процессы Вот, и в этом случае, как бы, классно, когда такой маркетинг 360 То есть блогер снимает у себя контент, мы снимаем для себя блогера Мы задействуем нашу онлайн-площадку, скажем, делаем какой-то креативный лендинг Что вот, там, такая-то блогер застилизовала такие-то вещи, да, там, дизайнер Потому что у нас есть выходы на все дизайнеры, которые у нас представлены Они дают какие-то свои комментарии, могут свои тоже какие-то эксклюзивные контент прислать Потом мы все это делаем в рассылке, потом мы все делаем в СММ И что-то там, может быть, в офлайне у нас на экранах транслируем То есть это такое, прям, мы задействуем все наши каналы Но, как бы, каждый канал у нас разный контент То есть мы к этому очень, так, типа, точно подходим То есть если вы уже выбираете инфлюенсера, он становится вашим амбассадором И вы его на всех каналах Мы всегда делаем разные компании под разные бренды То есть если Эйзл в целом, там, у меня есть, да, свои герои А если там, скажем, бренд, я не знаю, ну, там, Шанель мы делали, да, что-то То это как бы одна история То есть я всегда каждому очень точно, индивидуально подхожу Подбираю инфлюенсеров, подбираю каналы, как общаться Ну, то есть это такой, прям, ну, достаточно сложный процесс Которому нужно подходить Можешь дать какие-нибудь советы начинающим предпринимателям О том, как им сделать свою компанию эффективнее? И продолжающим Вне благости была такая уже сделанная инструкция, да? Да Можно рассказать, вот действуйте так-то так-то и добьетесь успеха Ну, во-первых, наверное, все зависит от команды Нужно найти правильного человека, найти команду какую-то Единамышленников, 100% Да, это как бы кому-то доверяешь, да, потому что если это ваш бизнес Это прям, ну, ваше детище такое, да, как бы сложно Какого-то человека со стороны найти Вот, ну, наверное, больше вкладывать в Инстаграм Сейчас очень круто залетают это лайвстримы То есть когда вы продаете это в некий Вообще-то в Китае все это зародилось Мы пробовали, да И как? Мы даже на сайт интегрировали лайвстрим Но на сайте в моменте, так как Там единственной поршень это было, знаешь, написать в хедере В хедере это же называется, я забываю все время В хедере написать У нас сейчас идет лайвстрим А у нас сидело, типа, в моменте 17 человек Но Это же для первого раза Были какие-то конверсии Ну, мы проводили с этого стрима две сережки Неплохо Ну, просто стрима лучше, конечно, гораздо в Инстаграме И вот, например, у нас на Черную Пятницу Где была черная-черная пекция И был огромный выбор цацок по черной чернице Я там своей первой команде сказала Я хочу, чтобы у меня в этот день было три стрима разных С разными блогерами, с разной направленностью Чтобы они были такие клевые, продающие, чтобы они заранее изучили наш список товаров И попробовать этот формат Что там упаковали для нее Просто под лестницей все у нас забито Я думаю, что это вообще, как? Мне кажется, я потом ее встретила в красном коридоре Ты знаешь, там был такой кейс один очень-очень интересный Мы делали прямые эфиры со стилистами И то, как бы у нас это не в моменте Мы продавали То есть мы там брали каких-то топовых стилистов Он делал заранее там, она, селекцию Мы сразу же все это фотографировали в рассылку То есть одновременно запускали У нас хорошая конверсия была Но в целом это как бы 24 часа, да, прошло с этого момента То есть это не в моменте Это, конечно, ну, не знаю Мне кажется, пока у нас это еще не так развито Но это интересно Я с тобой абсолютно согласна Я считаю, что вообще за вот этим вот Максимальной визуализацией твоего товара Именно такой нативный То есть ты видишь обычного человека, не модель Все за этим будущее Так что я с тобой в этом плане прям супер согласна Я верю еще в силу инфлуенсеров, конечно же Правильно подобранных Или просто какой-то новый формат Правильно, ты говоришь, там, анпекинг этот уже, ну, типа, вот тут все Какое-то вот интересное Либо вы их снимаете для себя, да, то есть как бы То есть мне кажется, важен какой-то правильный формат Формат, мне кажется, да, по меня остались Уже не инфлюенсеры интересные, мне кажется, с большим количеством подписчиков А микроинфлюенсеры Ярослава, у нас 5 минут и 3 бренда, для которых нужно придумать коллаб Погнали Платье Гуччи со змеиным принтом и твой любимый сериал Это дань моде, такой дерзкой моде конца 90-х, начала нулевых И мой любимый сериал, это секс в большом городе Он отражает, прежде всего, характер и стиль Моя любимая героиня Саманта Джонс, которой, к сожалению, в новом продолжении нет Но не будем об этом Мода, она снова сделала какой-то поворот И она вернулась в ту точку конца 90-х, которую мы все так любим Сейчас даже видим, не знаю, скажем, там, Зиндею, которая постоянно появляется в Роберто Кавале Саманта Джонс в платье комбинации Гуччи Был бы такой прям культовый камбэк моей любимой героини Серо-коричневый костюм Лоу Классик и женская сборная по волейболу Лоу Классик – это бренд из Южной Кореи Такая мода, она спортивная, но в то же время элегантная Она прям классно, модно подчеркнет женственность спортсменок Но при этом, да, как бы не забывая про вот этот культовый корейский стиль Что тебя больше всего привлекает в корейской культуре? Если говорим о моде, это насколько она круто адаптируется у нас, да, там, на западном рынке, на американском рынке Насколько они разные и не боятся экспериментировать Игрушка Кавс и сталинские высотки В принципе, фанат Бирбри, Кавкав – это, ну, как бы, логичное продолжение глобального проекта художникова Связанное с виртуальной реальностью Он взял знаковые достопримечательности городов, таких как Нью-Йорк, Лондон, Токио Интегрировал свои парящие получалось фигурки, что люди через специальное приложение могли их увидеть Мне кажется, с сталинскими высотками тоже было бы это круто сделать, особенно в период новогодних праздников, когда Москва такая прям обрела определенный шик, да, вот новогодний какой-то волшебный Ух ты, мы уже на месте О, как быстро, несмотря на московские пробки Пока-пока Про коллаборации Ты у нас королева, королева коллабораций И я хочу спросить, ну, насколько ты чувствуешь, что вот коллабы действительно вам дают прям такой новый толчок каждый раз И какая из ваших коллаб, ну, показалась тебе такой самой эффективной? Мне кажется, у меня уже от этого слова скоро глаз будет дергать Даже я с тобой должна была коллабы сделать, между прочим А во-первых, у нас сегодня выходит еще коллаб с G-Shock'ом В общем, про коллабы Ну не сегодня, а 20, уже вышел А, блин Уже вышел Уже вышел коллаб На самом деле, это не то, что, знаешь, мы сидели, продумывали, как бы нам так вот двигаться Это вот, это чистая интуиция Это случилось абсолютно вообще случайно Первый раз мы сделали с Яндексом еще три года назад И то, мы даже не поняли, что это Как это вообще, зачем мы это сделали То есть просто мы сделали для них какой-то продукт Нам заплатили, и мы такие, ну, окей То есть они написали Да, и после этого мы сделали Рибок и Пантон и Кассио Это были такие наши три крупные какие-то истории Слушай, а вы выходили на Рибок и на Пантон, или это они на Ус? У нас все случается только по вот человеческим отношениям То есть в Рибоке работает мой одногруппник Он живет в Америке Реально, это без шуток Ребят, дружите со своими школьными друзьями Не отрезайте никого Да, ты знаешь, как говорят, что, типа, тебе нужно высшее образование Не потому, что ты там получишь какие-то суперзнания, да А потому, что ты будешь в нужной среде Нетворкинг такой, да Да, 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 да И вот так получилось, что мой одногруппник Привет ему в Бостон Он живет там, он работает в Рибоке И он мне предложил Блин, это бомба, я, кстати Я прямо обалдела, честно Мы были на Бали, и он мне звонит, говорит Слушай, вот, типа, вот такая история И я такая, ээээ, серьезно? Наверное, да Конечно, да, конечно, да У нас вышла уже вторая история с ними Под вопросом третья, но я уже не готова Слушай, а с понтоном третья вышла? Да, третий год подряд. А это вы на них выходили? Мы на них, да. Тут, да. В этом случае мы. А долго вам пришлось стучаться? Долго. Это прям... Мы до сих пор... Ну, казалось бы, уже третий год, да, все, мы уже там все наладили, все на постоянке работает, но все равно мы отправляем в Америку бирки, этикетки, коробки, стаканчики, все вообще. Ты чувствуешь, что, например, у тебя такая коллаборация с мировым брендом, с мировым именем, что это, ну, как бы по эффекту на твоих клиентов имеет, ну, как бы сильнее эффект, чем если у тебя там локальная какая-нибудь коллабора? Ты знаешь, фишка в том, что, допустим... Типа, вау, они с Рибака, вау, они с Пантон. Вот про Рибак, да, был эффект, а с Пантон у нас вообще не все знают, что это. Типа, Пантон, что это такое? Мы там в Леруа краску мешаем, а типа, Апантон, что это такое? И поэтому, ну, какого-то прям у себя внутри, знаешь, прям типа, вау, эффекта, я честно скажу, я не ощущаю. Ну, там, на продажах я ощущаю, ну, это у Коли больше вопрос. А вот с какими-то, ну, типа там с Рибак, я лично ощущаю, ну, наверное, как-то на людей это тоже имеет какое-то воздействие. Девчонки, а вы верите вообще в коллабы в 22-м году, что они еще не отжили свое, что это продолжающий и долгоиграющий тренд? Я верю, честно говоря. Мы вот сейчас, ну, как бы для нас, если для Эйзел, да, кейс Эйзел брать, это чисто имиджевая история. Допустим, у нас сейчас был, мы были единственной точкой, вообще там было всего пять точек в мире, мы были пятой, где была представлена коллаборация не Гуча-Блинтяга, а Блинтяга-Гуча. Ну, это как бы прям большой кейс, вот, куда ты, да, приходила как раз к нам. И у нас сейчас до сих пор этот поп-ап открыт, но в целом для нас это круто, что Блинтяга. Там снесли все. Я помню, когда я пришла через час, там уже не было практически ничего. Да, да, да. В сумме есть, продается. Нет, там нет ли ты коллекции? Есть. Да? Ну, а, у нас как бы отдельно стоящий поп-ап, то есть можно так сказать. Я имею в виду, что эта коллекция не разлетелась, знаешь, за часы просто. Разлетелась. У нас вот типа все вот, которые граффити-бэкс, которые где-то было написано, это Соснор и Гуччи-бэкс, это все у нас просто вот так в моменте, то есть во время вечеринки все купили. Ну, ты тоже видел все пакеты. Опять же еще, наверное, про русский менталитет, я бы сказала. Мы очень любим эту всякую логоманию, а на самом деле в Париже в момент открытия там даже не было людей. Я просто к тому говорю, что мне кажется, что даже вот такая кричащая коллаба, казалось бы, Гуччи-баленсиага, ну, у меня вопрос, либо они переборщили, ну, в плане логомани, либо что случилось? Потому что я прихожу и вижу, что я могу сейчас, например, купить абсолютно любую сумку из этой коллабы, вот, пожалуйста, бери. Ну, то есть как бы для меня это показатель того, что, ну, уже не качает так, как качала еще в прошлом году. Что вы думаете? Это с точки зрения классного, вот, как я уже сказала, имиджевой истории, да? Мы там единственные представители, то есть Москва, да, казалось бы. То есть, ну, круто, что для нас это, в принципе, я говорю не как о Бейзеле, да, как о московском моде, о московском ритейле, что мы на таком уровне, что для нас, вот к нам приходят такие бренды, как Баленсиага, говорят, мы хотим у вас открыть поп-ап. То есть мы же все с Парижем это согласовывали. К нам из Парижа привозили эти там ковры, занавески, которые, кстати, даже больше спроса у них был, чем у одежды у самой, чем у там сумок. То есть, казалось бы, да? Вот, но в целом, мне кажется, для истории, что вот такая-то коллаборация была представлена у нас, это правда классный кейс. А ты веришь коллабы? В 22-м году актуально? Мне, кстати, кажется, то, что коллаборации, наоборот, сейчас набирают и еще больше разгоняются, не могу сказать, к сожалению, именно об этом на российском рынке. Потому что у нас, и, как я уже очень много постоянно в Инстаграме об этом вещаю, о том, что у нас все за семью замками, и, к сожалению, мы и сами много говорим о российском фэшене, но, тем не менее, мы сами его не поддерживаем. То есть коллаборации между друг другом я на своем веку не могу исполнить ни одну, к сожалению, к большому сожалению. Ну, здрасте. Какую? Ну, секундочку. А, так, ну подожди, я так быстро не могу. Такую громко кричащую, не знаю, там... Ну, хорошую, ладно, все, нету. Громко кричащую. Ну, у нас нету, мы не сотрудничаем, дизайнеры российские между друг другом не сотрудничают, честно. Ну, у нас, в принципе, для этого ничего нет, чтобы мы сотрудничали, все сидят, все сидят. Каждый боится за свое, да, это как бы, ну, в европейском менталитете фэшна совершенно все по-другому. Там люди делятся между собой любыми контактами, они идут, они понимают, что коллаборация – это некое продвижение, и не только имиджевая составляющая. Ну, у нас это вообще как бы не считывается. А что касаемо именно Баленсиаги и про коллаборацию, я думаю, то, что можно было бы создать искусственный спрос, и эта коллекция была бы более продаваемая, чем она есть. Вот так вот. Какие могли бы быть классные коллабы на локальном рынке? Кто с кем? На локальном? Да. Мы все здесь сидим. Не, я моя мечта, это женщина сделает. Не, ну просто реально, вот что у вас на поверхности лежит? Ну, мы в целом всегда за какой-то эксклюзив, то есть, допустим, там, ты, 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 да, вы нам создаете какой-то эксклюзивный продукт, это для нас будет круто, потому что мы как бы… То есть для вас эксклюзивная коллекция какая-то? Да, эксклюзив, да, 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 то есть, там, не знаю, Viva La Vica, Special for Azel, да, там, Yuli Wave, Monochrome, что-нибудь такое, да, Special for Azel, и все, вот это для нас будет прям классная история. Единичные дропы для кого-то, у нас в планах стоит сумма, сейчас идут переговоры на сентябрь месяц, и плюс еще, конечно, с российскими брендами, у нас недавно была встреча с Алисой, вот, и также у нас в планах стоит, это Руслан Багинский, вот. Все-таки, не считая вариантов Алисы, ты рассматриваешь все-таки кросс-сферы, то есть не прямая, не с одеждой, например, сотрудничать, не там, где у тебя пересечение твоей яйца, ну, то есть напрямую идет, а все-таки там одежда плюс шляпы там, у вас как, ну, я просто не знаю, у тебя, по-моему, нет худина. Мне вообще, в принципе, даже интересно, есть, но я бы не сказала, что есть, вот так вот, и также мне интересно поработать с новым продуктом, конечно же. На этой же основе также делаем коллабы, мы не делаем, знаешь, одежды с одеждой, или постоянно там с кем-то, ну, просто мне уже настолько это скучно, что, конечно, хочется сделать с кем-нибудь, что мы еще не делали. Ой, я вот для себя не могу вот сейчас накидать прям сходу ту коллабу, которая, мне кажется, была бы для меня прям супер-клевая. Я рутяла на поверхности что-нибудь для Вивловики. А сейчас каким-то инфлуенсером сделать что-то, то есть... Вот думаем, мы вообще думаем, что в ролики, например, наши, которые там смешные, интегрируются. Да, художники искусства сейчас это тоже прямо. Ну, опять же, это как, об этом все говорят, но никто это еще не сделал. Мы делали в Янковской. Янковской делали. Да, да. И как? Я вот люблю Янковскую очень, чехольчик ее. Кстати, это на самом деле, опять же, у нас это случилось просто... Ну, круто залетело. Да, круто, ну, все, типа... Все продалось? Не в один день продалось, но прям это зашло очень круто. И это случилось, опять же, просто чисто по любви, потому что мне она очень нравилась очень давно, и мне муж на годовщину подарил ее картину. И когда он ее покупал, он познакомился как раз с Машей, с ее мужем. И он, когда приехал домой, ну, когда мне это все вручил, он говорит, слушай, блин, такие клевые ребята, а я с ними была незнакома. И мы просто встретились в магазине, посидели, час поболтали и решили, что, блин, вы классные, мы классные, надо сделать что-нибудь классное вместе. Ну, круто, когда все органически вообще рождается, то есть ты недолго думал, знаешь, не рождал это дитя буквально из себя. Оно просто, просто пришло и супер. А теперь я хочу поговорить, как локальному бренду выходить на международную арену. Я, например, знаю, что Юля там часто летает на неделю моды. Мне очень интересно узнать, насколько тебе это, в принципе, помогает для позиционирования твоего бренда здесь. Ну, в любом случае, мой бренд, он идет с первоистоков, это как отличного бренда от меня, поэтому, соответственно, я как некий, грубо говоря, бесплатный инструмент, хотя поездка на неделю моды не назовешь бесплатным инструментом на самом деле. Вот, образы, которые я одеваю, то, что я обещаю, в принципе, все, большая часть продаж, она все равно в любом случае проходит через меня, поэтому я в любом случае первоисточник для того, чтобы каким-то образом рассказывать о своем продукте. Показать свой бренд на международной арене. А тебе это помогает для твоих международных продаж? У тебя много продаж сейчас за рубеж? Или, скорее, это здесь тебе помогает? Ну, вот в этом году, я, кстати, не могу сказать так, чтобы прям точечно, да, чтобы оцифровать именно, что вот я там съездила на неделю мод, да, и к этому там за месяц мы приросли на 30%. Такого не могу сказать. Я могу в целом сказать, что наши продажи на 12% увеличились на интернациональном рынке на данный момент. За год? Да, за год. Вот, и в этом году у нас в топе это Америка, Киев и некоторые страны Европы. Вот, еще у нас, кстати, в этом году было 5 продаж с Южной Африки. Кстати, до сих пор не могу еще разобраться в том, что именно там купили, просто мне даже интересно. Хотя мы выпускали коллекцию, посвященную именно Африке. На неделе моды ездишь, чтобы тебе это как бы влияло на твоих локальных покупателей? Типа, о, она такая крутая, она ездит на неделю моды во всех. Стрит-стайл? Да, да, стрит-стайл. Ну, в любом случае, я с помощью себя показываю свои одежды, потому что все стрит-стайлы, которые у меня есть, они все в любом случае в моих образах. В моих аутфитах я все собираюсь, стараюсь собирать все именно из нашей коллекции, которая присутствует. Нет, это безусловно, это для меня все понятно. Я имею в виду, это скорее для того, чтобы влиять на иностранного клиента или на локального здесь? У меня нет определенной какой-то цели или задачи, именно на какого клиента я влияю. Я просто знаю, что с помощью этого в любом случае я привлекаю людей. Они за мной следят, они смотрят, они переходят и так далее. В любом случае, я механика, это происходит. Поэтому конкретную цель за собой я не подразумеваю, что я еду на неделю можно для того, чтобы кого-то привлечь. Но ставишь ли ты себе вообще цель выйти на мировой рынок? Конечно, эта цель у меня стояла как раз именно в момент пандемии. Я просто к чему это спрашиваю, потому что, например, бренд украшений мы не можем просто экспортировать. Есть огромный список документов, которые надо собирать для того, чтобы начинать отправлять, просто отправки делать за рубеж, официальные, чистые, белые, чтобы мои бренды были в целом. Поэтому одежда – это моя голубая мечта. В одежде то же самое. Почему? Ну, кучу бумажек тебе надо собрать. Ну, гораздо меньше, чем в украшениях. Я просто не знаю, сколько в украшениях, но в одежде у вас не так. Смотря про какие бумажки мы говорим, если про какую-то сертификацию, маркировки и так далее, про что? У меня вообще все сложнее, потому что ДНК нашего продукта – это нейтральная кожа и мех. У меня вообще все упирается во все доставки, потому что большинство крупных компаний, действительно надежных компаний, они не работают с мехом. Шиппинг-рестрикшн существует, да, ты не можешь отправлять. Я просто при себе хочу сказать, что моя вот… Я почему делаю одежду? Потому что я поняла, что я безумно хочу делать мировой бренд. Я не могу делать украшения мировым брендом, ну, как бы на данном этапе так точно. А очень хочется, очень хочется. Поэтому одна из целей – это было именно выход на международную арену. Поэтому я хочу спросить, как вот сегодня выходить на международную арену? За счет чего? За счет каких ресурсов? То есть, опять, инфлюенс-маркетинг, это какой-нибудь селебрити-дрессинг. Что это? Что вы делаете для того, чтобы… Ну, я могу сказать, наверное, если у вас есть какой-то некий бюджет, он как минимум, наверное, будет от… Не знаю, не буду, наверное, говорить, цифры. Если у вас, в общем, заложен маркетинг в вашей стратегии, заложен какой-то бюджет, например, на какое-то пиар-агентство или пиар-менеджера, вы передаете пиар-агентству лист о людей, которых вам интересен. Но никакой гарантии вы при этом не получите совершенно. Вы потратите много денег. Когда будет этот спрос, непонятно. Но, тем не менее, если брать нас… Наверное, лучше сработало то, что мы ежедневно поставили себе за правило сами писать, постоянно сами мониторить стилистов, те, которые работают с мировыми звездами, искать их почту, писать им на почту, отправлять свои бренд-буки. Так, кстати, как раз-таки мы вышли на Ирину Шейк. То есть нет никаких чудес, мы не обращались в никакое пиар-агентство, мы искали его стилиста, писали на почту и так далее. Многим те, кто отмечал нас, мы писали сами и за дня, в день, на протяжении двух лет. Вот я хотела тоже сказать про стилистов. Я работала в лондонском пиар-агентстве, и мы там занимались брендом одним, ну я же могу назвать его дальше, что-то. Магда Битрум, ну, вы наверняка знаете. На тот момент у бренда вообще не было бюджета, то есть там был у нас пиар-менеджер, который поверил в этот бренд, она говорит, все, мы его как бы продвигаем. И она говорит, давай типа что-то придумаем. Я говорю, давайте писать стилистам мировым. То есть мы тогда писали тоже всем-всем стилистам, то есть я находила контакты. Тут опять же нет гарантии, что тебя оденут. Да, да. Упаковки туда отрабатывать. Понятно, у них целая комната там одежды, украшения, обуви, да, что в принципе очень сложно. Но в итоге мы договорились, пришла стилистка Рози Хантингтон-Уайтли и одела ее в бренд. Там у нее было несколько выходов, ну таких типа out and about. И все, как бы бренд очень залетел, то есть он сейчас считается, я не говорю, что я там как-то его продвинула, но был какой-то вклад. И то, что вот инструмент именно со стилистами, мне кажется, это очень классно. Он один из самых рабочих, помимо того, что ты пишешь сам изо дня в день. Просто, конечно, на самом деле у нас огромное много информации на диджитал площадках, где ты реально сам можешь просто взять, ручками набить, стилист того-то, того-то, найти этого человека, писать ему на почту изо дня в день, искать его телефон, писать ему ватсап, да все что угодно. Любую механику, вы хотите меня не заблокировать. Я, кстати, очень много пугового в блэклисте серьезно, потому что изо дня в день мы постоянно пишем, как бы, ну у нас есть определенная цель. Заблокировали, так заблокировали, ничего страшного. Зайдем через стилистов. Так как я стилист, мы делаем то же самое, я просто другого способа не знаю, поэтому. Нет, существует пиар-агенция, но опять же, очень большие деньги. Ну, я считаю, что это выкачка денег, мы тоже ин-хаус все делаем. Что вы очень заинтересованы в бренде, как бы, агентство, у них все равно миллион клиентов, то есть они уделяют, там, скажем, 20% своего времени, да, как бы, своим каким-то рабочим процессам на, как бы, бренд. Да более душевную механику просто можно сделать, не просто там голую шмотку отправить, а просто сделать из этого шоу глобально, когда человек придет, откроет, эту очередную коробку и увидит, что там не просто там шмотка лежит, а целая история. Таргет настроить в Инстаграме, как бы, на определенную аудиторию. На зарубежную. Да, да, да. Да, тоже согласна. И ретаргет еще сделать. И ретаргет, да, тот самый. Таргет и ретаргет. Я хотела плавно подойти к тому, что, ну вот, мы с вами находимся здесь как представители тех брендов, которые бьют упорно на аудиторию, там, 25-34, такая платежеспособная, состоявшаяся и так далее. При этом, насколько я знаю, мы, как бы, особо не касаемся поколения Z абсолютно, а там все, тренд на диджитал, диджитал аватары, значит, то, что люди там окулосы, оракулы, я все время забываю, как эти маски называются, которые тебя в метавселенную переносят. В общем, тренд на диджитал фэшн, то, что тебе надо теперь одевать не только человека, как бы, в одежду, пошитую, вот, физическую, а то, что тебе надо одевать какого-то персонажа, который существует в играх и который тоже должен круто выглядеть. В общем, раньше это называлось мана. Вы этот тренд как-то в своем бизнесе начинаете касаться, как вы будете поколение Z притягивать в свои бренды? Ну, хороший вопрос. Я знаю, что сейчас, по-моему, Лу Виттон они делали с, как же называется этот киберспорт, ну, в общем, в киберспорте они придумали какой-то там наряд для героя, там, и вот, как бы, такая была интеграция, потому что в киберспорте, оказывается, столько денег, я в шоке, я когда узнала, это просто, это музыкальная и киноиндустрия, как бы, в сумме, то есть, и то, как бы, такого потолка никак не достигнет, то есть, я вообще не представляю. Но мы хотели сделать недавно съемку с такой, типа, виртуальной моделью, но у нас сорвалось, как бы, там, по определенным причинам, но мы, как бы, хотели как-то зайти вообще, посмотреть, как аудитория отреагирует, потому что, ну, как ты правильно сказал, наша аудитория немножко не об этом, но все равно как-то ее нужно немножко тоже перевоспитать, адаптировать, да, как бы, к новым реалиям, ну, и, в принципе, как бы, ту аудиторию, как бы, затрагивать, которая не наша, да, то есть, искать новых потенциальных клиентов. И мы хотели посмотреть, как это реагирует. А опять же, про продажи это или не про продажи? Ну, я понимаю, что цель любого бизнеса это продажи, но у меня немножечко, то есть, вот как вот мы тоже вечно с нашим бутиком немножко у нас такие терки, то есть, они вот чисто продать, а я вот это как красиво, да, там. Слушай, ну, у тебя есть раннеры, есть ченч, но ты не можешь не думать глобально о том, что будет завтра, потому что завтра эти люди, которые могли бы у тебя потенциально покупать завтра, у тебя не купят, потому что ты не адаптировалась под их реалии, ты их не поняла, ты их не изучила. Поэтому я спрашиваю, как, есть ли у вас какая-то цель на 22-й год, чуть сильнее в этом разобраться, потому что я читаю там Business of Fashion, к примеру, мне страшно становится того, какой я уже динозавр. Какой я просто динозавр, я ничего в этом не понимаю. Я говорю моему мужу, я говорю, блять, кажется, мы поколение проебали. Просто, поэтому, поэтому я серьезно обеспокоена, что просто вот мой Брэд в том виде, в котором он существует сейчас, через время может перестать существовать, потому что дети продолжают, ну, дети, дети, я их называю 16 лет и так далее. Они уже привыкли там учиться на удаленке, сидеть там в своих метаверсах, играть в Fortnite, я даже не знаю этих слов, и как бы и одевать своих персонажей. То есть им не важно, у них будет тут белая футболка, тут джинсы, а как бы в игре у них там будет суперперсонаж, одетый в Баленсиагу, которая сделала, например, коллаб. То есть они все-таки об этом как-то думают. Вот моя идея, единственная, это я поделюсь своим мнением, то, что надо начинать интегрировать в компанию людей, которые ничего не знают про бизнес, которые просто играют, например. Ну, вот я планирую там нанять школьника, сейчас на меня все просто обрушится хейт о том, что, типа, дети работают, нет. Ну, хотя бы брать у них консультации о том, ну, что они хотят. Я вообще сейчас очень много изучаю вопросы вот этой всякой метавселенной, NFT и так далее. Все это очень интересно. Не знаю, насколько это применимо в течение еще 10 лет, несмотря на то, что все равно это тренд. Но мне кажется, такие финансовые риски могут позволить себе только большие, ну, как тяжеловесы бренды. Я не знаю, это огромные маркетинговые затраты, и когда они окупятся, дай бог, они вообще в принципе уйдут в ноль. И то для меня это пока вообще математика очень плохо складывается. Я не знаю, как это можно привести именно к продажам. Да, возможно, это можно как раз-таки именно отнести к трендам. Вот. Я недавно купила книжку, которая называется «Атлас 3.0». И когда я ее открыла и посмотрела, какие фэшн-профессии ждут нас через 10 лет, я думала, что я сломаю язык. Потому что я не знаю, что это за люди и что они делают. У нас буквально недавно компанию покинул креативный продюсер. И она раз в две недели проводила нам тренд «Вотчик», правильно? Она рассказывала про все, что происходит вообще в диджитал-мире и так далее. Гейминг сейчас номер один. Я сейчас об этом всем говорю и думаю, как это вообще к нам применимо. Вот я понимаю, что это тренд, его нужно использовать. И в любом случае мы настолько живем в бестратичном времени, а тем более, что касаемо фэшна. Он меняется нам на следующий день уже совершенно все по-другому. Не знаю, насколько это применимо. Мне кажется, вот Алиса единственная, кто из нас применяет 3D, визуализацию. Мы недавно буквально, когда встречались, разговаривали с Алисой вообще про продажи ли это или не про продажи. Тем не менее, Алиса сказала, что там больше всего сохранений и так далее. То есть людей визуально в любом случае это привлекает. Это самый, кстати, простой вариант, самый менее бюджетный вариант. Есть там, не знаю, какой-то, как свитер у вас сплетали и так далее. Это уже более сложная конструкция, более дорогостоящая конструкция. Но интересно. Мне, например, хотелось пересматривать этот ролик, да? Но я не могу сказать, что смотря этот ролик я хочу зайти и купить эту вещь. Вот в чем проблема. Я про это хочу сказать. Мне кажется, что вот этот гейминг, если интегрировать туда свой бренд, мне кажется, это на очень такую перспективу. То есть сейчас интегрируешь, ты как бы воспитываешь ту аудиторию, которая сейчас не твой клиент, возможно, через 2 года не будет твоим клиентом, но через 5-7 лет они вспомнят о тебе. То есть ты как бы сделал такую инвестицию в будущее, да, в свою будущую аудиторию. То есть даже вот когда я там своей команде говорю, давайте там тиктокер, все говорят, это не наша аудитория. Я говорю, в этом-то и прикол. Да, да. Через 2 года, через 3 года. Да, мы воспитаем, то есть мы инвестируем в наших будущих клиентов. Мы же не можем всегда как бы полагаться на тех, на наших существующих базах, да? То есть это все равно всегда должно быть какое-то расширение, поиск нового. То есть это такая инвестиция, которая, понятное дело, любая инвестиция – это риск, но в целом, мне кажется, что она в будущем… Но с нынешним трендом это огромный риск. Это не просто риск, который там 100 тысяч рублей ты можешь потратить, да, в, не знаю, каком-то инфлюенсере, чтобы он сделал рекламу. Это совершенно другие цифры. Конечно, конечно, да, да, да. Но все равно касание можно делать более бюджетно. Не хочу никого расстроить, но мы в России живем, да, все помните? Да, да, да. Ну, Россия, если копируется с европейского рынка, всегда… И наша, например, команда геймеров, например, выиграла. Выиграли, да, да. Эко-история о sustainability, эко-повестке. Все, я пошла. Эко-повестка, там, метан, нефтепродукты, переработка микропластики и так далее. Как с этим трендом работать в российских реалиях, где инфраструктуры для этого нет? Юля, я знаю, ты в 20-м году выпускала эко-коллекцию. Мне вообще страшно про эту тему разговаривать, на самом деле. Там были органические материалы с сертификатами. Я могу поэтапно постараться очень быстро рассказать про это. Несмотря на то, что в этой коллекции достаточно базовые вещи, это там шуртики, футболочки, треники, худи, опять же, и так далее. Сама коллекция была адски сложной просто. Начиная от того, от поиска тканей, от поиска сертифицированных, самое главное, и понятия, мало того, что ты покупаешь ткань из бамбука, конопли и так далее, наш потребитель себя обязательно спросит, а точно ли это конопля? А точно ли это бамбук? А как он происходил? А что это на тех, кто в этом разбирается или еще что-то? Когда мы закупали эти ткани, и только после этого я начала разбираться, когда уже мы разговаривали с нашим подрядчиком, когда я уже запрашивала все сертификаты происхождений и все-все-все. Вообще узнавала, как вообще в принципе, то есть производственный цикл, там не знаю, вискозы и производственный цикл органической ткани, это просто существенно очень разные вещи. Отсюда, конечно, вытекает второй момент, это ценообразование. То есть ты выпускаешь обычную базовую кофточку, попробуй объясни потребителю, почему она стоит не 600 рублей, а 16 тысяч. Это все, начиная от цикла, от сборки, от ручного труда, это все-все-все-все-все закладывает за собой ценообразование. У тебя такой бренд про кожу, про овчину, про мускулиность. Не надо не про мускулиность. Не мускулиность, но просто вот эта тема авиаторов преследует. Ну то есть насколько тебе в твоей айдентике нужна еще эко-повестка? Насколько я знаю, ты в последующих коллекциях своих уже на эту тему не давила. То есть у тебя была вот одна коллекция, вот эта вейв, по-моему, она так называлась. Я бы назвала это просто каким-то дропом, но в любом случае в каждой коллекции присутствует эко-продукт. В коллекции с ветров, с кактусами, с акрилом, по-моему. Нет, это я сейчас говорю про дроп, я говорю про основные коллекции сейчас. Это тренч из виноградной кожи, который выходил на зимней коллекции, в осенней коллекции у нас выходил бомбер из эко-кожи. И в любом случае этот психологический барьер, который в голове у покупателя, о том, что это же эко-кожа. Эта эко-кожа, она должна быть дешевле. Она не будет дешевле. Она создается совершенно другими способами. И это очень сложно донести и объяснить потребителю, что ценообразование такое же, как и у куртки из натуральной кожи. Яр, что ты думаешь на эту тему? Скажи, пожалуйста. Про sustainability, да? Да, про sustainability. Ну, насколько российскому рынку и когда до нас это докатится? Это очень сложно, это еще очень долго. Я просто лично не лезу в эту тему, потому что я понимаю, что у нас нет инфраструктуры. Когда у меня спросят, как я там перерабатываю, к примеру, наше украшение, мне нечего будет сказать, потому что я не знаю. Когда у нас в России такая инфраструктура для переработки, о чем идет речь? Ну, можно взять, брать инструменты, как, например, делает Алиса. Также мы тоже запустили аксессуарную группу из тех, грубо говоря, остатков, которые остаются от неиспользованного материала, который идет в коллекцию. Да, расскажи про свой свитер, в котором ты сейчас. Вот это же sustainability. На самом деле, я вообще терпеть не могу. Мне кажется, после этого выпуска все будут спрашивать, Алиса, Алиса, можно ли купить этот свитер? Ну, как и про любой дроп, Алиса, все спрашивают. Я не люблю ни тренды, ни топить за какую-то популярную идею. Ну, если я в это не верю. У нас есть целая линейка люкс, она, ну, поэтому стоит дороже, чем все остальные, потому что это все делается из органического хлопка, упаковка делается из переработанного картона. Ну, мы прям паримся за это. А запрашивали ли ваши клиенты когда-нибудь вообще сертификаты, мне интересно? Конечно. Да, есть так, естественно, конечно. Я думаю, там что-то так не запрашивали. Да, конечно. Мы же, ну, как бы для этого, собственно, и делаем. Мы стараемся быть, ну, типа, белой, чистой компанией, да, чтобы если вдруг кто еще кто угодно к нам приходит, чтобы мы могли сказать, так, вот вам бумажка на это, вот вам на это, а вот вам на это. Все, типа, никаких вопросов. И тогда я могу, когда я еду по дороге из Зеленограда в Москву и на дороге Яма, я прям считаю своим долгом, я имею право орать и вопить, что какого хрена здесь Яма. Потому что я, блин, заплатила за все ремонтные вообще моменты, все налоги, я за все заплатила, поэтому я считаю, что я имею право ругать наше правительство. Абсолютно. Кто не заплатил, не имеет право ругаться на кого-то. Мы ввели такую услугу, как Reunion. Это люди нам приносят свои старые вещи. И так как у нас нету скидок, ни распродаж, никаких бонусов, мы, типа, делаем людям бонус, если они приносят нам старые вещи. У нас есть две компании, с которыми у нас подписан договор о сотрудничестве. Мы сдаем туда на переработку вещи. И если они в нормальном состоянии, то они потом переходят в какие-то фонды благотворительные. Если они уже в непотребном состоянии, то их перерабатывают. Просто мне кажется, что у нас в России, правда, в целом, как бы это вообще никак. Классно, да, что какие-то бренды там уже какой-то вклад наделать. Мне кажется, это, в принципе, прикольно. Только мы делаем для себя. Но все равно, как бы, это уже в общей сложности какой-то вклад. Хотя, знаете, у меня в университете еще в 12-м году у меня был уже отдельный юнит, состояние билоти называлось, мы, по-моему, экзамен сдавали, да, как бы. Но у нас этого вообще, мне кажется, в России еще долго не будет. Вот, но в целом, мне кажется, когда бренды, да, как бы делают какой-то апсайклинг, да, то есть из каких-то своих вещей делают другую коллекцию, или там сейчас есть платформа, в которой, в принципе, ты там сдаешь вещи, и это как аренда вещей, соответственно, тоже, потому что некоторые вещи ты носишь там один раз, да. И когда, конечно же, бренды избавляются от своего дедстока, там, путем сжигания вещей, ну, я прям, я тоже не такая экоактивистка, но это очень-очень плохо, как бы. Я прям за это против, и сейчас, по-моему, там и Бербери, или кто-то уже от этого отказались, и они тоже вот интегрируются именно в такие платформы, где идет, то есть, в аренду вещей они, или там просто какие-то винтажные вещи, то есть, мне кажется, если как-то вот так вот уже понемножку делать, то, в принципе, будет какая-то позитивная динамика. Ребят, напишите, пожалуйста, свое мнение. Важно ли вам, чтобы мы, локальные бренды, были sustainable? Будет ли вам хотеться больше с нами взаимодействовать? Или это для вас еще не важно? Малыш, ты столько всего делаешь, вот правда, а при этом неделю назад ты говоришь, все, я не снимаюсь в вашем выпуске, я увольняюсь, все, меня не ищите. Расскажи вообще, как бороться с выгоранием вот этим, что ты делаешь? Я неделю назад практически уже подавала на развод, орала на всех, что я ухожу, всех не люблю и все такое, но при этом, конечно же, естественно, я понимаю, что, ну, я просто обычный человек, я пойду порыдаю, я пару дней пострадаю, но все, я беру себя в руки, возвращаюсь, все нормально. Юль, ты несколько раз в месяц выгораешь, как все предприниматели или нет? Ну, на самом деле, я работаю до своего максимума, который вот присутствует. У меня выгорание случается очень редко, но если они случаются, то максимально со всеми вытекающими, которые только могут быть. Ну, покажи, ну, что ты делаешь? То, что мне приносит еще жуткий дискомфорт, помимо того, что ты входишь в какое-то состояние депрессии, это мой личный расфокус. Когда это, знаешь, как-то объяснить. Короче, когда у человека вот давление происходит, да, у тебя в глазах вот такое помутнение, я вообще не понимаю, что мне делать, и у меня такое ощущение, что я самое бесполезное существо на свете. Вот в такой момент лучше, блядь, брать свою авоську и идти домой, блядь, закрыться всеми зубками, пони с кем не разговариваешь, стараюсь просто уходить в себя, и все. А на следующий день я как огурчик. Я не знаю, как это происходит, силой мысли или еще какими-то способами, но у меня это работает так. Мне не нужно, там, месяц уйти в себя, не знаю, там, уехать в Китай, подняться на гору, помедитировать или еще что-то, у меня такого не происходит. Я знаю себя, и, как бы, единственная проблема моя в том, что я вроде как бы внутренне знаю для себя, где у меня есть стоп, но к этому стопу я прихожу, когда я уже в полном вообще состоянии и знаю трубчика. Яра, у тебя есть какой-то лайфхак? Ой, лайфхак, ну, мне кажется, это, конечно же, наверное, заниматься тем, что тебе нравится, чтобы не было выгорания, да, но это, в принципе, неизбежно, ну, как бы, сто процентов. У меня лайфхак это тоже как Юля, я, там, не готова там уехать, скажем, тоже куда-то далеко там себя ощутить, да, там, какие-то душевные спокойствия найти, мне нужно буквально день-два наедине с собой, ни с кем не разговаривать, там, никаких мессенджеров, потому что мессенджеры тоже из тебя всю вот эту вот энергию просто. А я же постоянно с людьми, да, то есть если я не лично, то это почта, сейчас еще и в Инстаграме пишут, откуда-то телеграммы мои находят, в общем. А еще в Инстаграме просто звонить теперь можно. Да, еще звонят, и думаю, ну, блин, я, в принципе, всегда такая, что я всем отвечаю, как бы, я очень коммуникабельная, но, ребят, ну, это уже иногда считается просто перебор, и мне главное, это все без всех мессенджеров, там, я с мамой, там, с папой, с сестрой на связи, все, остальное, как бы, вот, время на себя. Согласна с тобой, ну, мне кажется, надо все просто принимать не так близко к сердцу, мы слишком... Легко сказано. Ну, я понимаю, Юль, я тоже на стороне предпринимателей, поэтому надо как-то ко всему научиться относиться проще, просто take it easy, и все, как бы, будет круто. Ребят, подписывайтесь на мой канал, дважды нажимайте на колокольчик, и все будет круто, вы будете узнавать о новых выпусках. Аминь. Спасибо. Всем спасибо. Спустя полгода возвращения. Комбэк. Полгода не снимала? Спасибо, девочки, да. Вика бизнес, чика, вика бизнес, чика. Вика бизнес, чика, вика бизнес, чика. Субтитры создавал DimaTorzok